Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Скандально известный жилой комплекс на Белорусской проверят на предмет безопасности. Об этом стало известно на встрече главы Сочи с покупателями квартир. В Сочи продолжится ремонт дорог и изменится схема общественного транспорта. Ее готовы обсудить с ТОСами. Сюда ходили сами, теперь планируют везти своих внуков. На Мацесте полным ходом идет строительство нового корпуса детского сада. Футбольный клуб Сочи взял шефство над юными спортсменами. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной первому матчу на стадионе Фишт. На аварию с туристами отреагировал губернатор края. Венемин Кондратьев призвал ужесточить контроль над экстремальными развлечениями, которые активно предлагают на побережье. Он накануне в Сочи провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Трагедия с упавшим во враг джипом стала одной из основных тем, которые обсудили на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. И хотя изначально этот вопрос не стоял в повестке, обойти его Венемин Кондратьев не смог. Подобный случай не первый в Краснодарском крае. Еще в июне в регионе приняли закон об организации автотуризма на маршрутах повышенной опасности. Под него попадает и так называемый джипинг. После трагедии губернатор поручил ужесточить контроль на рынке оказания экстремальных услуг. В Краснодарском крае четкие и жесткие правила, регулирующие рынок предоставления экстремальных услуг. Закон регулирует требования и к водителям, и к автотранспорту, и к маршрутам, по которым возят туристов. Любой вид, в том числе услуг, курортных, экстремальных услуг, они даже способствуют тому, чтобы популяризация того или иного курортного города, конечно, только росла. И за безопасность и здоровье отвечаем мы, коллеги, все, кто сегодня в этом зале, и кто находится в студиях муниципальных образований. Но совместные усилия необходимо прилагать не только в борьбе за безопасность экстремальных развлечений, обращает внимание губернатор. Сейчас примерно в половине районов края объявлен самый высокий, пятый класс пожароопасности. На данный момент зафиксировано 6,5 тысяч возгораний сухой травы. В МЧС сложившуюся обстановку называют стабильно напряженной. Чаще всего огонь вспыхивает в лесах и на сельскохозяйственных полях. В обоих случаях, кроме погоды, причиной возгораний становится человеческий фактор. Особенно заметно это при сжигании стерни. Несмотря на все запреты, аграрии продолжают таким образом уничтожать остатки стеблей в полях. Вениамин Кондратьев потребовал усилить контроль над теми, кто занимается подобными поджогами. Межведовственные рабочие группы созданы. И чем они это занимаются? Что они делают? Отчеты пишут на бумаге, что ли? Или что, коллеги? Результат важнее. Вы можете эту бумагу не марать и ничего не писать. И отчеты, я вам разрешаю, не писать никаких отчетов. Делайте так, чтобы ничего не загоралось. Достаточно инструментов у каждого. Еще раз подчеркиваю, должно быть взаимодействие, полное взаимодействие между муниципальными образованиями. Александром Михайловичем, Андреем Анатольевичем. Полное взаимодействие и синхронизация действий, совместных действий. Вы не перекладываете бремя ответственности и за профилактику, и за предупреждение ситуации друг на друга. Главное управление продолжает работать в режиме повышенной готовности. Ежедневно более 40 этих патрульных групп, о которых вы сказали, Вениамин Иванович, курсируют по территории края. На помощь в борьбе с огнем брошены не только люди. В Краснодарском крае за появлением очагов возгораний следят и в небе, через дроны. Высокие технологии позволяют оперативнее заметить пожар. А в этом случае время – самый ценный ресурс. Особенно, если речь идет о воспламенении в жилых домах. Страшная трагедия в этом году произошла в Сочи в июле. В Адлерском районе загорелся самострой. Погибло 11 человек, в том числе ребенок. Подобных сомнительных строений огромное количество по всему побережью. Губернатор края принял решение провести инвентаризацию помещений с повышенной пожароопасностью. Чаще всего это самострой и нестационарные точки торговли и общепита. Давайте сами себя не обманывать. Это было строение на курьих ножках. Объективно. И что, глава поселения это не видела, что ли? Видел. Контролирующие органы не видели? Видели. И много раз ходили мимо этого строения. Все ходили. Никто внимания не обращал. С дома соседнего электричество к этому сараю было подключено. Как это? Можно, конечно. Это же все видно. Все просто видно. Невооруженным глазом. Тем более людям более-менее профессиональным и грамотным. Заглядывали. Я уверен, заглядывали туда. И не раз. Только с чем оттуда выходили. В то же время. Это один случай трагический. Но таких ситуаций похожих у нас по побережью. Огромное количество. Все прибрежные территории имеют это заболевание. Вот по всем прибрежным территориям уже ведется сейчас эта работа. До конца будущей недели все выводы по всем. От Ейска до Сочи будут подготовлены. Результаты интервьюзации дайте мне. Я сам посмотрю, сколько таких объектов коллеги сами обнаружат. И потом посмотрим, какое количество иска будет заявлено, чтобы они были снесены на деятельность. Однако расслабляться экстренным службам рано. Небесная канцелярия продолжает вносить свои коррективы. В Краснодарском крае сохраняется угроза возникновения пожаров. По прогнозам метеорологов, в крае во второй половине августа ожидается жаркая и сухая погода. Местами температура может достигать 36 градусов тепла. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Сочи. Ну а сразу после заседания комиссии по ЧС Вениамин Кондратьев встретил в аэропорту Сочи члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзэчи. Политический деятель КНР приехал в Россию с официальным визитом. У него состоялась встреча с Владимиром Путиным. Российские лидеры Ян Цзэчи обсудили вопросы взаимодействия двух государств. В частности, затронули вопросы экономической безопасности. Новый кофейный цех и сыроварня появятся на Кубани. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев одному из информагентств. Соответствующие соглашения были подписаны на российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале. За полгода в крае уже стартовала часть крупных проектов. Началось строительство сыроварни, заложен фруктовый сад, идет модернизация цеха по производству растворимого кофе. На некоторых предприятиях начался монтаж оборудования и подключение к инженерным сетям на предприятиях. Губернатор отметил, что в этом году на форуме было заключено 18 соглашений, сотрудничестве и почти 200 протоколов о намерениях. Каждый проект – это дополнительные рабочие места, вклад в экономику, края, налоговые поступления в бюджет. Поэтому реализация всех заключенных соглашений будет находиться на моем личном контроле. Мы научились разрабатывать реальные проекты, избавились от ненужных и экономически неэффективных. Как результат, количество расторгнутых соглашений сократилось с 50 до 20%. Общий объем предполагаемых инвестиций – 242 миллиарда рублей. В этом году бизнесменов заинтересовала отрасль строительства, сельского хозяйства и ТЭК. Кроме того, выросла сумма, которую инвесторы готовы вложить в промышленность, транспортную и социальную сферы региона. Скандально известный жилой комплекс на улице Белорусской в Адлерском районе проверят на предмет безопасности, в том числе экологической. Об этом стало известно на встрече главы Сочи Анатолия Пахомова с покупателями квартир в этих домах. Накануне он встретился с инициативной группой. История с этим домом стала темой краевого уровня. Именно региональные власти будут решать, как действовать дальше. Мэр Сочи разъяснил членам инициативной группы, что не так с их домами. Дело в том, что высотки были построены незаконно на участках, предназначенных под ИЖС. Администрация города выдавала разрешение на строительство двух- и трехэтажных частных домов. А в итоге вместо них появились 14-этажные здания. В связи с этим генеральная прокуратура и губернатор Краснодарского края внесли эти объекты в краевой список проблемных домов, в том числе и с экологической точки зрения. После чего муниципалитет обратился в суд, который своим решением наложил запрет на продажу квартир в этих домах до выяснения всех обстоятельств. Вопрос о подаче на снос решается не нами, определяется краевыми органами власти. Они сейчас изучают ту ситуацию, в каком плане, что это произошло, и потом будут ими приняты решения. То ли они нам поручат подавать иск в суд, и надо понимать, на что подавать, и либо будут это делать сами. Собственники квартир в этих новостройках фактически могут стать обманутыми покупателями. Именно покупателями, а не дольщиками. Строения на Белорусской возводились самовольно, без соответствующих разрешений и экспертиз. Во время строительства этих домов администрация неоднократно подавала иски в суды различных инстанций с требованием наложить арест на строительство и признать объекты незаконными. Апелляционная инстанция поддержала власти Сочи и вынесла решение о сносе этих объектов. Однако Кассационный краевой суд удовлетворил иск застройщика и оставил в силе решение Адлерского районного суда о признании права собственности на три многоквартирных жилых дома на Белорусской. Таким образом, застройщик через суд добился их узаконивания. Данные действия в итоге привели к тому, что более сотни граждан приобрели квартиры. У собственников жилья в этих новостройках на данный момент есть два выхода, отметил Пахомов. Они могут обратиться к застройщику, который создал этот прецедент с требованием вернуть их деньги или ждать вывода в комиссии. Но что касается последнего, то по мнению многих экспертов в области жилищного строительства эти дома вряд ли оставят в том виде, в каком они есть сейчас. Ведь помимо того, что есть ряд природоохранных нарушений, жилой комплекс еще и расположен в зоне снижения и посадки самолетов. А там в целях безопасности полетов установлен четкий регламент по высотности зданий. Вопросы есть и по безопасности самих жильцов этих новостроек. Нет гарантии, что при сильном шторме не будет подмыт фундамент или не затопит первые этажи, как это уже однажды было в период строительства. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 17 августа в Сочи малооблачная температура воздуха ночью плюс 23, плюс 25. Днем 28, 30 градусов выше нуля. В Сочи продолжается ремонт дорог. В ближайшие недели новое покрытие получит улица Солоняки в Лазаревском районе. Ямочный и капитальный ремонт ведется сразу по двум программам – городской и краевой. Об этом в интервью нашему каналу рассказал директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства городской мэрии Юрий Усачев. Работы проводились по двум программам. Это наша городская программа дорожной деятельности, по которой у нас было отремонтировано 57 объектов. И общая площадь ремонта составила у нас более 35 тысяч квадратных метров. Также вторая программа – это у нас программа, по которой у нас активно участвует и в большей степени краевой бюджет, за что здесь большое спасибо, Министерству транспорта и дорожного хозяйства. По этой программе у нас общая сумма ремонта в этом году составит 297 миллионов. И это будет у нас, соответственно, отремонтировано по итогу 40 улиц в нашем городе. Напомню, что всегда по краевой программе у нас речь идет о ремонте улицы полностью. У нас уже по этой программе, по тем деньгами, контрактам, которые у нас заключены, у нас отремонтировано 36 улиц. По заключенным контрактам, которые, кстати говоря, срок исполнения работ до конца этого года, осталось отремонтировать 4 улицы. Ну и ближайшая улица, которая приступит к работам, это планируется у нас где-то примерно через неделю, может быть, чуть больше, это будет улица Солоники. Ну а с 1 января в Сочи будет оптимизирована маршрутная сеть. Дело в том, что действия пятилетних контрактов, которые были заключены с перевозчиками, к концу года заканчивается. Будет проведен новый конкурс на обслуживание муниципальных маршрутов. Ну и вторая причина. Город за последние пять лет очень изменился. Появились новые районы, увеличился пассажиропоток. Так будут введены новые маршруты 1 и 11. Первый будет ходить с Донской в сторону Краснодарского кольца. 11-й идти ему навстречу, начиная двигаться с Донской в сторону Виноградной. Муниципальную тройку уберут вообще, а в 43-м поменяют подвижной состав на более комфортный и удобный для инвалидов и пассажиров с детьми. Дублирующие рейсы номер 17, 47, 57К, 105К, 110, 118, 124С, 135К и 180 будут отменены. При этом, благодаря дублирующим маршрутам, все социальные объекты останутся в пешей доступности от остановок общественного транспорта. Оптимизация маршрутной сети касается уменьшения количества транспорта в городе. То есть, если сейчас это 852 автобуса в соответствии с тем подвижным составом, который есть в городе, и у частных перевозчиков, и у нашего МУПа, то это количество транспорта уменьшится. Уменьшится в течение двух лет, это будет поэтапно вводиться, до 640, но я подчеркиваю, что количество транспорта уменьшится за счет увеличения его вместимости. На самом деле, ну зачем ходить параллельно к двум автобусам, если больше вместимости, хорошие новые автобусы с кондиционерами, аппарелями, поедут по графику, который будет удобен людям, и здесь проблем никаких не будет. Я еще раз повторю, что готов всегда к встрече в департаменте. Телефон департамента есть, можно всегда прозвонить, и если какой-то актив даже какого-то одного большого дома или небольшого микрорайона есть какие-то вопросы, мы готовы и будем встречаться для того, чтобы было четкое понимание у наших жителей в первую очередь, что это, конечно, делается в сторону улучшения и ни в коем случае не наоборот. Всего в Сочи на линию сегодня выходят 852 автобуса. Из них всего порядка 300, оборудованы кондиционерами и удобны для мам с колясками и инвалидов. Остальные будут постепенно менять на более комфортные. Также с нового года в Сочи планируют внедрить карты оплаты проезда. Такими уже давно пользуются пассажиры в крупных городах страны. Больше мест, больше радостных детей и их родителей. На Мацесте полным ходом идет строительство детского сада. На этом месте он располагался с 1935 года. Сюда ходило большинство местных жителей, теперь готовятся вести своих внуков. Шум, гам, пыль. За окнами полным ходом идет большая стройка. Но, похоже, это не доставляет Диане Плескачевской, заведующей детским садом номер 4 Сочи, особых неудобств. В 20 метрах от старого здания растет долгожданный новый корпус. Благодаря ему здесь смогут принять не 80, как раньше, а уже 200 ребятишек. А шум-то не мешает? Шум очень мешает. Ну, а что не сделаешь? Потерпим немножко ради такого. Работы в микрорайоне Мацеста идут около года. Сейчас строители заливают перекрытие второго этажа. Для Мацеста это как небоскреб строится на самом деле, потому что очень много звонков поступает и на сотовые телефоны, и на стационарные. Ждут, когда же откроется новый корпус, ждут, когда и дети пойдут в детский сад. Пока у детей тихий час, взрослые проводят планерку в музыкальном зале. Коллектив детского сада уже разработал программу для будущих воспитанников. Расти они будут крепкими и здоровыми. В новом здании оборудуют физкультурный зал. Ну, а родители района с нетерпением ждут открытия ясельной группы. Эмоции были, конечно, колоссальные. У меня, я многодетная мама, у меня трое детей. И когда я узнала, что у меня двухлетний, практически девятимесячный ребенок, уже могут, в принципе, попасть в садик в начале следующего года, я, конечно, была рада очень сильно. В последние пять лет строительство дошкольных учреждений на курорте шло рекордными темпами. Прибавилось 3000 новых мест. Было возведено 25 пристроек уже существующим зданиям и новых детских садов. 1 сентября распахнутся двери нового сада еще и в Лазаревском районе. В следующем году обживать группы будут малыши в двух учреждениях Хостинского. В 2019-м в Сочи начнется строительство еще трех блоков, которые в общей сложности смогут принять 240 ребят. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В сочинских школах завершились масштабные ремонтные работы. Строителям осталось навести последние штрихи на фасадах, а где-то завершить укладку плитки. Готовность образовательных учреждений Центрального района к новому учебному году сегодня оценил глава города Сочи. Первая в списке – школа номер два. Инспекцию мэр начинает с парадного входа и в первую очередь интересуется мерами безопасности. Антитеррористическая защищенность школ – это ответственность и директора самой школы, напоминает Пахомов. Задача же охранника – знать свои должностные инструкции, в том числе в каких случаях нажимать на тревожную кнопку. Если он находится на входе и проверяет документы у тех, кто приходит, либо школьников принимает, либо родителей, то в это время должен ответственный дежурный от школы, учитель или администратор, как вы говорите, должен сидеть здесь и смотреть все время за мониторами. Для чего? Для того, чтобы видеть весь периметр. Периметр в мониторах нужно видеть круглые сутки. Для чего? Для того, чтобы на территорию школы ни в коем случае никто не проник, в том числе через забор. Если человек проникнет через забор, что вы будете делать? Нажимаю первую очередь кнопку. Вот сейчас нажмите, и мы проверим, в течение такого времени приедут. До приезда бойцов в неведомственной охраны глава города успел проинспектировать ход ремонта холлов. Там меняют потолки и напольные покрытия, а учителя с родителями уже моют стены и окна. На обход нескольких помещений ушло пять минут. Столько же времени потребовалось экипажу немедленного реагирования, чтобы прибыть на вызов. Безопасность превыше всего, подчеркивает Пахомов. Причем как во дворе, так и во время учебного процесса внутри школы. Именно поэтому здесь прошел один из самых масштабных ремонтов. И в первую очередь реконструкция коснулась канализационных систем. Дождя в этом образовательном учреждении боялись как огня. Ливень затапливал весь первый этаж. Ливневую и дренажную системы обустроили за счет шефской помощи. А это 3 миллиона 200 тысяч рублей. Обязательно проверилась вся существующая дренажная система. А ливневая, которая принимает воды с крыши и всего остального, она была произведена заново. Ее просто не было. С 1953 года здесь не было предусмотрено никаких ливневых систем. Дожди прошли, которые летние. Они показали, что школа сухая. Была очень радостная ситуация, когда мы узнали, что город нам тоже 3,5 миллиона выделил. И мы на эти деньги начали приводить в порядок уже внутренние помещения. Через два года вторая школа будет отмечать вековой юбилей. Такой капремонт руководство образовательного учреждения считает подарком города на столетие. Большие перемены, которые видны невооруженным глазом, произошли и в 8-й гимназии. Здесь преобразился фасад, стал более радужным. Но опять-таки мэр интересуется работой охраны. Здесь к проверке образовательных учреждений подключился и главный прокурор курорта. Игорь Грязнов предъявил свои требования к мерам безопасности в школах. В целом же результаты инспекционного визита комиссия назвала удовлетворительными. То, что я увидел в Адлерском районе, мы побывали в каждой школе. И то, что вижу сейчас в Центральном районе, а мы с прокуратурой города намерены объехать каждую школу, каждое детское дошкольное учреждение. Достаточно хорошо подготовились благодаря тому, что муниципальный бюджет выделил деньги на подготовку, а также выделили деньги наши спонсоры, шефы так называемые. Идет хороший, хороший прям ремонт в девятой школе, в восьмой, которую мы увидели, во второй, которую мы видели в Центральном районе. Перед нами стоит задача – это обеспечить и, как я уже сказал, полную безопасность. И это в наших силах. За летние каникулы с помощью шефов, все они предприниматели нашего города, муниципалитет отремонтировал 19 образовательных учреждений. В следующем году список на ремонт обновится и реконструкция затронет другие сочинские школы и детсады. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Футбольный клуб Сочи взял шефство над юными сочинскими футболистами. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной первому матчу клуба на домашней арене стадионе «Фишт». Матч состоится уже в эту субботу. Впервые после чемпионата мира по футболу стадион откроется для зрителей. Этот матч станет первым на арене и для футбольного клуба «Сочи». В соперниках команда из другого города-организатора «Мундиали» – Нижний Новгород. Билеты в продажу, цена от 100 рублей. Генеральный директор клуба подчеркнул – сделать вход бесплатным пока не получается. Инвестор для клуба не найден. Тем не менее, сочинцы настроены оптимистично. Мы настраиваемся все-таки на программу «Максимум». Потому что есть потенциал, мы видим. В работе и в играх мы понимаем, что команда может побороться из-за стыки. Также стало известно, что футбольный клуб «Сочи» взял шефство над юными футболистами курорта. Клуб поможет ребятам с выездами на крупные, в том числе, всероссийские турниры. Сочи присоединился ко всероссийской акции «Ночь в кино». Это ежегодная акция, которую проводят накануне Дня российского кино, 25 августа. В программу входят бесплатные показы лучших российских фильмов, которые победили в народном интернет-голосовании. В акции участвуют кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки. Так, 23 августа в 10.00 в кинотеатре «Сочи» состоится бесплатный показ российского мультфильма, а в 18.00 для юных жителей и гостей курорта здесь пройдет анимационная развлекательная программа. 24 августа в 17.00 посетителям Дома культуры «Луч» бесплатно покажут фильм «Движение вверх». В этот день состоится торжественное открытие обновленного кинозала. Зрители теперь смогут смотреть фильмы как в обычном, так и в 3D-формате. 25 августа в 17.00 на площадке перед арт-медиа-центром «Родина» состоится торжественное мероприятие, посвященное 65-летию кинотеатра. Завершится акция «Ночь кино» вечером 25 августа показом российских фильмов в муниципальных кинотеатрах Сочи. Ну а лидерами народного онлайн-голосования стали киноленты «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь». Показ на всех площадках страны начнется после 20.00 по местному времени. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok